Привет! Сегодня я хочу показать альбом, который я сделала на заказ. Он посвящен маленькому мальчику, которому скоро исполнится годик. Альбом в мягкой тканевой обложке с переплетом. В нем 14 страниц. Альбом завязывается на такие разноцветные ленточки. Детали обложки прошиты на швейной машинке. Здесь такая вот замечательная пуговка. Теперь мы развяжем ленточки и заглянем внутрь. Первая часть альбома посвящена первому году жизни мальчика. Все фотографии в хронологическом порядке. От рождения и далее по месяцам. Родители сами придумали надписи для того, чтобы рассказать историю. Как мальчик рос, учился, новому, познавал мир. На следующей странице продолжение истории. Вот так выглядит разворот. Здесь есть секретики. Если развязать бантик, то можно увидеть еще дополнительные фотографии. А на соседней странице еще больше фотографий прячется за вот таким вот раскрывающимся карманом. И еще одна страница с фотографиями, посвященная восьмому, девятому, десятому месяцу. Здесь тоже есть дополнительные фотографии. И я оставила место для двух фотографий 11-12 месяца, которые родители смогут сами уже добавить в этот альбом. И дальше начинается часть, посвященная первому дню рождения. Здесь первое пожелание от родителей. И место для фотографии. Здесь есть место для того, чтобы вставить стандартную фотографию 10 на 15. Она войдет с краю и окажется в рамочке. Надпись с флажками приклеена на объемный скотч. Она имеет такой вот объем, немного поднимается над страницей. И дальше будут фотографии тоже с первого дня рождения с друзьями, родственниками, теми, кто придут на праздник. Здесь развязывается бантик. Таким образом, на этой странице можно разместить три стандартные фотографии. Праздник продолжается. Тема пирожных, праздничного торта. Здесь тоже можно разместить три фотографии. А на этой странице развязываем бантик. И можем посчитать места для фотографий. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Думаю, что здесь уместятся фотографии всех гостей и всех счастливых моментов, которые будут у этого малыша. Дальше тоже праздничная тема. Здесь еще один вариант скрытых карманов для фотографий. Одна фотография будет видна сразу. Вторая на обратной стороне. Здесь третья. Внизу четвертая. И посередине пятая. Здесь мы будем сразу видеть две фотографии вертикальные. А если развяжем бантик, то сможем поместить одну фотографию слева, одну справа и одну в центре. Последний разворот. Здесь одно большое место для фотографии. И из кармашка вынимается карточка, на которую могут тоже быть приклеены две фотографии. На последней странице сделаны два кармана. Я покажу поближе. Все прошито на швейной машинке. Каждая страница по периметру. Карманы, места для фотографий. И в этих карманах сейчас лежат карточки для пожеланий. Они вот так разлинованы. И я раскрасила штампы забавных зверей. Сделала кляксы. Такие яркие, веселые, детские карточки. Здесь 12 карточек. Их можно будет положить в карманы. Или приклеить на места для фотографий. То есть можно будет комбинировать. Вот такой получился альбом. Он имеет размеры 25 на 21 сантиметр. Очень удобный размер. И для наполнения фотографиями, и для хранения. Я надеюсь, что он порадует родителей Матвея и самого мальчика. Спасибо, что смотрели это видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok